Доброе утро! Сейчас вовсю идет уборка урожая. Наша республика славится все-таки сельхозпредприятиями, сельхозуборками. Скажите, пожалуйста, сейчас на каком этапе идет? Что уже убрали? Да, смотрите, в 2024 году у нас планируется убрать зерновых колоссовых культур на площади чуть выше 95 тысяч гектар. На сегодняшний день убрано на площади 10 тысяч гектар. Средняя урожайность у нас составляет чуть больше 44 центнера с гектара. Основные культуры, которые планируется убрать, это, конечно же, кукуруза. Наша республика в основном кукурузой славится. Это чуть более 75 тысяч гектар, если не ошибаюсь. След идет у нас пшеница, ячмень, рапс. Вот основные наши культуры, которые планируется убрать в этом году. А фермеры вот когда начнут убирать? У нас еще есть очень популярный картофель в республике. Ну, картошку у нас убирают в основном в августе, август-сентябрь. Сейчас на каком этапе? Серединка уже или только-только начали? Сейчас вот только-только начали, уборка началась в начале июля, то есть сейчас ведется активная работа по уборочной компании. Скажите, пожалуйста, а вот по динамике с прошлого года лучше ли пшеница в этом году? Лучше, лучше. У нас показатели выросли где-то на 10-15%. Но, к сожалению, всем известно, что в начале июня был у нас в республике такой большой град. Да, вот хотелось бы узнать, как Питер живет. Пассивные у нас пострадали, ущерб оценивается там, чуть больше 13 тысяч гектар пострадало, сумма большая была. В связи с этим сбор урожая может сократиться как раз вот на 5-10%, может и 15%. И сейчас у нас такая жаркая погода в республике, дождей, к сожалению, нету, есть небольшая засуха. Это тоже может привести к снижению показателей наших. Ну, несмотря на это, несмотря на погоду, град все равно лучше, чем в прошлом году. Лучше на 10-15%. А вот какие были способы улучшения урожая? То есть его высадили больше или как-то удобряли? Вот фермеры наши активно используют наши удобрения, в основном это отечественные удобрения. Все больше и больше фермеров прибегают к внесению удобрений, потому что это значительно улучшает урожайность гектара. Чуть даже в два раза улучшает. Ну, как я понимаю, в этом году именно это удобрение дал такой свой плод, и поэтому будете и в дальнейшем, скорее всего, использовать и взращивать еще больше. Скажите, пожалуйста, вот а какие планы помимо кукурузы, вы сказали, пшеницы, вот остальные культуры тоже в этом году возрастают? Вот примерно можете дать какую-то? Примерно? Да. Ну, в основном ничего так не меняется, единственное, на 10-15%, где-то больше, где-то меньше. В основном это кукуруза, кукуруза выросла даже на 15 тысяч гектар, если сравнивать с прошлым годом. То есть кукуруза выросла у нас. А с чем вы связываете такую популярность именно на эту культуру? Ну, фермеры активно занимаются кукурузой, всем нравится, потому что кукуруза менее подвержена всяким износам. Там с погодными условиями, засухой, она более, ну, как сдержанная культура, дает больше урожая. Помимо кукурузы, пшеницы, зерновых, вот у нас идет еще урожайность фруктов, овощей. Как с ними обстоят дела? Самое популярное, вот мне хочется узнать в нашей республике все-таки овощи, фрукты. Конечно же, это яблони. У нас интенсивное садоводство развивается, как подчеркнув наш глава Рашид Бориспеевич Темрезов. У нас более тысячи гектаров яблоневых садов. Очень сильно развивается наша культура в плане садоводства. Будем догонять нашу соседнюю республику КБР. Они садятся яблоневыми грушами, яблонями. Вот у нас есть такие замечательные компании, как Архиз фруктовогийских садов Карачева, Черкесии. Очень хорошие результаты показывают. Будем двигаться дальше. Сбор яблок когда у нас пойдет? Может быть, ранние сорта есть какие-то? Так, где-то в августе у нас начинается, по-моему, снежность. Совсем скоро. Персики. Как обстоят дела с персиками? Вот еще в том году, я помню, тоже ездила в сады, как и респонденты, и вводили именно персики. Как у нас с ними обстоят дела? Вот, если честно, не подскажу по персикам. Был эксперимент, я помню, но, как я понял, не совсем удачный эксперимент. Активно не выращивают у нас персики. Это в основном яблоки и груши. Еще наших телезрителей интересовал такой факт про голубику. Немножко расскажите, неужели наш климат, на мой взгляд, очень жаркий, подходит для голубики? Если честно, да. Некоторые у нас фермеры выращивают голубику. И вот с прошлым годом, если сравнивать, то в этом году, по-моему, еще даже вырос объем производства и реализации голубики. Вот наши фермеры активно продают, реализуют свою продукцию на выставке в Москве. Кубника-земляника называется. Там продают, да, наши фермеры реализуют свою продукцию. Это такие лавочки, на лавках они продают свою продукцию. Ничего себе. От Карачаева-Черкесской республики более 10-15 фермеров там реализуют свою продукцию, в том числе и голубику. Да, удивительно, потому что голубика вообще это та культура, которая больше с водой связана. Вот ей нужно именно... Усове, да. Немножко другие болотистые, по факту. А у нас... Ну, все равно выращивают. Фермеры какие молодцы. Следующее – это помидоры. Люди очень жалуются о том, что у нас на рынках, они не видят наши помидоры. Они почему-то выросли в цене. Вот, расскажите, пожалуйста, как обстоят с этим делом. С помидорами? Так, ну, цены, конечно, растут, но агрокомбинат Южный старается ценовую политику держать. Держать на уровне с прошлым годом. К сожалению, их тоже побило градом. Из-за этого приходится и цены чуть-чуть ставить выше. Мы, как Минсельхоз, не можем регулировать цены. Да, да, мы это понимаем. Но вот теперь хотя бы наши телезрители будут знать, из-за чего цена, в принципе... Да, да, из-за ущерба от града. Вот так. Помимо помидор, культур, зерновых от града что-то еще пострадало? В основном это кукуруза, пшеница. Сады не так пострадали. Вот единственное, вот агрокомбинат Южный у нас, который реализует и производит томаты и огурцы, они пострадали. Ну и, конечно же, дома, не дома. Ну, это да. Скажите, пожалуйста, какие примерные планы на уборку все-таки урожая, какие цифры? В этом году планируем убрать на площади 95 тысяч гектар. То есть в прошлом году это было 86-85 тысяч. То есть на 10-15% больше. Последние сроки, когда закончится вся уборка? Так, хороший вопрос. Уборка идет вплоть до февраля следующего года, потому что мы же убираем и сначала яровую, потом озимую. То есть уборка почти полгода длится у нас. Ну, считай, круглый год, потому что там немножко остается времени. А первое, вот когда уборка началась? В начале июля. Ну, то есть пару, там, четверть месяца всего лишь. Аслан, ну, скажите, пожалуйста, вот как у вашего министерства сейчас обстоят дела, и какие планируются задачи, и что в ближайшее время вот ждать нашим телезрителям? В этом году у нас 25-26 июля проводится Всероссийский день, День поля, Мир Агроэкспо. Он будет проводиться 25-26 июля в ауле Псыш. Будем ждать всех наших гостей с разных регионов, с разных республик. Надеемся, что эти дни мы будем проводить очень плодотворно. Немножко откройте секрет, что именно будет, вот, особенности этой выставки. Выставка техники в основном будут представлять оборудование, технику, зерносушильные машины, комбайны, тракторы. Будут проводить всякие пахотные работы, экспериментальные. То есть, как все это будет вообще проводиться, чтобы человек, который не знает, как это работает, увидел своими глазами. А в чем же актуальность такой выставки? Актуальность? Ну, для фермеров это очень актуально, потому что с каждым годом техника становится все навороченнее и навороченнее. И приходится переходить к новому уровню, так скажем, потому что каждый день инновации у нас происходят. То есть, такой некий обмен опытом, обмен знаниями, потому что каждый фермер, я считаю, наверное, очень хочет улучшить свое производство. Конечно. И такие выставки как раз, кстати. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот, что бы хотели пожелать нашим телезрителям? Нас наверняка смотрят фермеры. Да. Всем жителям Карачаево-Черкесской республики, в частности, нашим замечательным фермерам, желаю терпения в такую погоду, здоровья, успехов в дальнейшем в своей деятельности. Всем удачи! Какие приятные и добрые пожелания. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что увидимся мы с вами не последний раз. У вас, как у министерства, я знаю, что очень много планов, которые вы с успехом реализуете. И мы будем очень рады рассказать нашим телезрителям об этом всем. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Вам спасибо. Спасибо. До свидания.